На фотопленэре, посвященном теме «Венсполские границы», фотографы смогли почувствовать себя настоящими историками. Нужно было не только найти конкретные границы города, но еще суметь их запечатлеть, показать то, что для них казалось особенным, что в будни не замечают другие люди. Фотографы Лабунтика считают, что со своей задачей они справились. Кто знает, может пройдут годы, и то, что было сфотографировано сейчас, тоже уже исчезнет, и мы будем те, кому удалось сохранить некоторые фрагменты. Мое детство прошло в Парвинти и удивило то, что выбранный объект был как раз про мои родные окрестности. Обычно времени не хватает, чтобы там погулять, поэтому на этот раз, побывав там, я сделала вывод, что на самом деле уже мало что осталось. Конечно, со временем границы города видоизменялись, что тоже стало исчезать совсем. Исчезают здания, меняется пейзаж, пропадают исторические нюансы. В городе границы обозначались деревьями дуба, на которых вырезался герб, знак города. Теперь этих дубов уже нет, но остались места. Поэтому мне понравилось, что была фоторабота, на которой изображен старый дуб с молодым ростком, веточкой, что означает некую надежду, что историческое подтверждение не исчезло. В пленэре участвовал Венспутский фотоклуб, а также два фотографа из Лепойского фотоклуба. Юрий Спресняков рассказал, что для некоторых заданий могло быть настоящим испытанием. Я сам весполщанин, поэтому без сомнения тема фотопленэра мне близка. Границы Венспутса очень изменились. Последний раз, мне кажется, они менялись в 1996 году. Мне было очень легко работать, потому что когда-то я работал в газете, поэтому весь район, весь город я очень хорошо знаю. Поэтому мне совсем не сложно было все пройти. Я думаю, сложнее работать было тем, кто не извенствился. А также в нашем фотоклубе есть люди, проживающие в городе лет 30, но они не ориентируются в нем. Не говоря уже о тех, кого мы пригласили из Лепы. Для лепычан, я думаю, это было совсем сложным заданием. Интересным, конечно, но сложным. Не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы принимать участие в подобных фотопленэрах. Главное, чтобы занятие приносило удовольствие и было желание получить новые опыты и знания. Юрий Спасняков рассказал, когда впервые у него появилось желание фотографировать. Четыре-пять-двадцать лет я брал. Когда мне было 4-5 лет, брат подарил мне фотоаппарат. Правда, мне тогда нравилось разбирать механизмы, и я его разобрал. На этом все и закончилось. А потом? Что же было потом? Потом все было забыто до определенного времени. В лет 14 с одним другом детства снова начали фотографировать. Пленэр послужил хорошей возможностью, чтобы и сами фотографы, и посетители выставки увидели, как сильно изменился город, ведь процесс ревновации вносит свои изменения в архитектуру города. Фотовыставка смогла показать привычные места с другой стороны, ведь каждый фотограф носит свою идею, видение привычного. В будущем при сотрудничестве дома ремесел планируются и другие фотопленеры. Ольга Гавра, Андрей Кулагин, Курзинское телевидение.